Друзья, всем привет! Вы на канале Дачный Умелец. С вами Сергей. Сегодня будем делать необычную приспособу для болгарки, или как еще ее называют УШМ. Для этого нам понадобится профильная труба 20х20, толстяна стенки я взял 2 мм. И нужно будет сделать разметку, то есть вот здесь одну разметку и здесь. То есть на одной трубе мы делаем, здесь делаем 1 см, а здесь отступаем 3 см. Для разметки нам понадобится, ну то есть обычная линейка, отмечаем 1,3 см и только на одной трубе. Почему на одной, потом я сейчас объясню все это. Чтобы 10 раз нам не отмечать, и нужно делать все на одном расстоянии. То есть я буду использовать сверлильный, чтобы соосность между болтами потом совпадала. Поэтому сейчас делаем только на одной трубке отметку. Вот 1 см я уже отмерил, но его сейчас отмеряют 3 см. В принципе все готово. Можно делать сверловку. Сейчас установил сверлильное сверло. И как видите, сделал упор вот такой. То есть будет и с одной стороны, и с другой на одном и том же расстоянии сверлиться. Сначала делаем 1 см, отступаем. И делаем на всех трубках эти отверстия. То есть с одной стороны сверлим, переворачиваем и с другой. Вот так вот должно получиться. Ну и затем ослабеваем упор и сверлим уже на расстояние 3 см. Опять так же все трубки делаем, переворачиваем. И у нас в конце концов получится вот такая трубка. Ну и потом вот есть у меня такая уже я делал приспособу. Здесь нам нужно ее немного модернизировать. Просверлить по центру отверстия в этой приспособе. Чтобы она крепилась к болгарке. И уже вот сюда вот привариваем пластину. Сейчас я вам покажу вот на примере линейки. То есть какую длину вы уже выберете себе сами. Какая у вас болгарка там короткая есть, подлиннее болгарки. Вот я отрезал и таким способом приварю. Сварку я не стал показывать. Говорят, а ждет матрица у камеры. Если кто знает, скажите в комментариях. Ну и вот я приварил. Все зачистил. В принципе вот эта заготовка у нас уже готова. Единственное, нужно будет просверлить отверстие. Для чего отверстие? Когда мы закрепим болгарку, нам нужно, чтобы вот чуть подальше, вот здесь вот, регулировал угол наклона болгарки. Взял я вот такой хомут, прикреплю и там болт восьмерку. То есть этим болтом мы будем регулировать наклон. Также еще я взял трубу 25х25. И вот к этой трубе нужно сделать засверловку вот таким вот способом. И это приспособление прикрепить. Сейчас мы это все закерним и просверлим. Закрепил я трубу с помощью струбцины и делаю два отверстия. Теперь нам нужно будет собрать конструкцию вот из этих трубок, что мы сверлили. Для этого нам понадобятся болты вот такие и одна шпилька. Также понадобятся подшипники, гайки и шайбы. Начнем мы сборку с того, что начнем сначала собирать вот эти крайние отверстия. Там болты будут собираться. Собираем в такой последовательности болт, гайка. Потом идет шайба, подшипник, опять снова шайба, гайка. Ну и чтобы долго не крутить, не мучиться, я использовал шуруповерт. Быстро собирается, как видите. Ну и вот таким же способом второй болт закрепляем. Опять так же наживляем. И докручиваем до конца. В итоге у нас получится вот такая вот рамка. Опять же накручиваем гайки. И собираем вторую рамку. То есть одна рамка у нас готова. Можно ее сильно не затягивать. Почему потом скажу. Опять то же самое проделываем операцию. Гайка, шайба, подшипник, опять шайба, гайка. Ну и вот здесь нам нужно ставить шпильку. Шпилька нам нужна будет. Потом я объясню почему. Делаем подшипник посередине. Ну и вот таким вот способом закрепляем. Получается у нас еще одна рамка. Так же ставим гайки. Ну и теперь две эти рамки нам нужно скрепить между собой. Вставляем так же болты. И закручиваем. В итоге у нас должна получиться вот такая вот конструкция. Если делали за сверловку все правильно. Все должно одеваться спокойно. То есть нигде ничего не должно цепляться. Как видите все собралось. Сильно не затягиваем. Еще раз говорю. Лучше ослабить. Теперь в эту приспособу нам нужно вставить трубу. Вот сейчас мы вставляем трубу. И как видите у нас получается люфт. Вот теперь чтобы не было этого люфта. Нам нужно постепенно с каждой стороны подтягивать гайки. То есть допустим здесь немного подтянули. Почувствовали что уже тяжело крутится. Перестаем. Берем следующую. И вот таким вот способом мы подтягиваем с двух сторон. То есть не с двух. Но по кругу каждый болт. Также еще нужно будет выровнять подшипники. Чтобы они были ровно посередине. Их законтрить. Как видите вот выравниваю я подшипник и их контру. Получается подшипник ровно посередине. И не должно быть никакого люфта. Еще раз повторюсь. Ну когда все это сделали. Нам потребуется еще два уголка и две трубки. Трубки это нужно будет к уголку проварить. А на уголках нужно сделать по два отверстия. Отверстия я делал в десятки. Ну и на трубках я там сделал 14 отверстия. Почему большие потом расскажу. Сейчас обварим с двух сторон. Ну и потом посмотрим что у нас из этого получится. Вот приварил я. И почему я делал такие большие отверстия в трубках. Я зажал в них гайку удлиненную. Теперь я буду делать столик. Столик я не стал делать из железа. Потому что стойка будет переносная. Можно даже сказать мобильная. То есть отвернули ее. Куда-то взяли с собой. Также ее можно к любому верстаку прикрутить. И работать дальше. То есть будь такая универсальная. Поэтому использовал 18 миллиметровую фанеру. Взял вот эту нашу приспособу. Сейчас на шпильку. Что вот мы прикручивали длинную шпильку. На эту шпильку вот эти уголки крепим. Заворачиваем с одной стороны. Хотел я их еще законтрить эти уголки. Но не стал. Просто вот так навернул. Вот эти вот два уголка. И все. Ну и сейчас когда это все уже собрали. В фанере сделаем засверловку. И крепим нашу вот эту приспособу к фанере. И уже после крепления у нас можно сказать, что уже полностью собрана наша конструкция. То есть не стал я ничего здесь вымерять уголками. Просто взял в любом положении. Сделал засверловку. Закрепил болтами. Все. В принципе уже готово. Теперь нам нужно собрать болгарку. Как я и говорил уже. Вот это желтое. Сразу вставляем болт. И крепим нашу болгарку. Прикручиваем с двух сторон. И берем хомут. Наворачиваем хомут на болгарку. Нужно наживить вот здесь болт. Чтобы хомут был более точно подходил. Потом этот болт вывернем. Подложим туда гаечки. То есть чтобы наклон болгарки больше был. Подложим гайку. Ну и теперь прикручиваем всю эту конструкцию к трубе. Да. Берем нашу болгарку. И просто прикручиваем. Уже до этого мы делали отверстие. Все подтянули. Затянули. Вот. Как видите. Болгарка ходит спокойно. Она не должна зажиматься. Ничего. И чтобы она не вылетела. Вот здесь на конце я сделал отверстие. И закрутил туда болт. После всего этого нужно настроить болгарку. То есть вот этими гаечками и болтом мы регулируем угол наклона болгарки. Чтобы был он ровно 90 градусов. Вот сейчас я настроил. Подставляю угольник. И уже смотрю что у меня получилось ровно 90 градусов. После этого нам нужно сделать пропил. Взял я диск по дереву и сделал пропил. Потому что чтобы не сжечь диском от болгарки дерево. Сами знаете. Диск конечно это опасно для новичка. Будьте внимательны если у кого есть. И сейчас нужно сделать упор. Вот я сделал такой упор. То есть взял угольник. Разметил. Сделал за сверловку два отверстия. И все. И прикрутил таким способом. Ну и сейчас попробуем. Зажмем трубу. И сделаем пробный рез. Зажимаю я все это струбцины. Вот такие у меня струбцины есть. Не забываем конечно еще одевать очки. Тоже при работе с болгаркой. Всегда нужно одевать очки. Ну и делаем пробный пил. Как видите все идет как по маслу. Получилось даже очень ровно. Сейчас я вот представляю угольник. Видите со всех сторон. То есть когда мы ставим трубку. Получается вообще нету никакого зазора. Сам угольник у меня там широкий. То есть на всю площадку трубы он становится. То есть идеально ровный рез получился. Ну и затем я попробовал. Также есть у меня вот такая плитка. Поставил диск специально. И попробовал распилить эту плитку. Пелиться тоже очень легко. Как видите все очень ровно. То есть две операции уже можно сделать. По дереву, по камню. Допустим кафель какой-то нужно разрезать. Ну и вот сейчас есть еще кусок фанеры. Поставил диск по дереву. Ну и попробуем сейчас сделать тоже пробный рез. Как видите получилось тоже очень ровно-ровно. Сейчас я возьму уголок и посмотрим, есть ли расстояние. Нет, расстояние нет. Ну и чтобы еще сделать нашу стойку более функциональную, я сделал замер под 45 градусов. Сделал засверловку и закрепил наш упор вот под таким вот наклоном. То есть 45 градусов. После того, как закрепил, хочу сделать сейчас опять же взял трубу свою. Сейчас делаю надрез. И чтобы проверить, как будет угол совпадать или нет. Ну и вот я все закрепил. Сейчас отрезаю. Ну и сейчас посмотрим, что у нас получилось. Вот я прислонил. Получился ровно-ровно. Сейчас берем угольник. Подставляем все. Как видите по бокам зазоров нету. Ну и сейчас я камеру приближу поближе. Мы увидим, как все там получилось. Как видите, зазоров нету для сварки. Для сварки каких-либо конструкций будет самое то. Ну и в конце хотел бы сказать про нашу стойку для болгарки. Что она может работать с деревом. То есть с бетоном и с металлом. Для чего в принципе она и делалась. По дереву, конечно, вот такой диск не рекомендую использовать. Используйте граф или что-то наподобие. По камню нормально пилят. Все очень хорошо. Ну и по металлу вы сами видели. То есть угол и ровный рез. Все получается достаточно идеально. Стойка получилась очень такая скомпонованная. Можно с собой взять куда-то настройку. Что-то отрезать. Кому понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok